Приветствуем, друзья! Смотрите «Холодильные новости» за пятницу, 26 июня 2020 года, на нашем канале. Итак, поехали! Первая новость сегодня. Сегодня отмечается Всемирный день холода. Всемирный день холода – это мероприятие, учрежденное профессиональными организациями со всего мира и поддержанное ЮниДО и ООН. Событие призвано популяризировать и разъяснять среди широкой публики важную роль, которую играют в современной жизни холодильные отрасли технологий холодснабжения, систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов. Праздник учрежден в 2018 году и впервые отмечался по всему миру в прошлом году. В этом году мероприятие проводится уже во второй раз. Читайте поздравления и программу мероприятий на нашем сайте. Программу мероприятий по всему миру читайте на сайте Refrid Generation Industry. Поздравления Минпромторга. Поздравления председателя РСС «Холодрома» Дубровина ЮОН. Сегодня в 12.00 на официальном YouTube-канале Московского Политеха начнется прямая трансляция, посвященная празднику. Присоединяйтесь. Программа мероприятия «День открытых дверей предприятий отраслетехники низких температур в онлайн» в армате 26 июня 2020 года. 12.00-12.10 – вступительное слово ректора Московского Политеха Б.В. Миклушевского. 12.10-12.20 – вступительное слово председателя правления РСС «Хладрома» Ю.Н. Дубровина. Онлайн-экскурсии совместно с индустриальными партнерами. 12.20-12.30 – НПУ «Гелимаш». 12.30-12.40 – «Ривкул». 12.40-12.50 – «Дитыл инжиниринг». 12.50-13.00 – «Турков». 13.00-13.10 – «Денфас». 29 июня 2020 года. Программа Международной научно-технической конференции «Доктрина продовольственной безопасности России. Холодильные технологии. Как основа хранения сельскохозяйственной продукции». Вторая новость сегодня. Фруктохранилище на 20 тысяч тонн построят в Беларуси. Фруктохранилище на 20 тысяч тонн появится в Барановичах, Беларусь. Инвестиционный договор заключен с ООО «Гринфрут». Проектом предусмотрено возвести одноэтажное здание для сортировки и хранения фруктов, в том числе строительство холодильных камер с регулируемой газовой средой для хранения плодов. Объем фруктохранилища составит 20 тысяч тонн. Реализовать проект планируется в 2020-2022 годах. Предприятие будет поставлять продукцию на внутренний рынок и на экспорт. Проект позволит создать в Барановичах не менее 64 дополнительных рабочих мест. По материалам Белта. Третья новость сегодня. Мультитемпературный распределительный центр ВИКС-5 Ритейл Групп появится в Подмосковье. Мультитемпературный распределительный центр ВИКС-5 Ритейл Групп появится на территории складского парка «Ориентир Север-4». Он будет расположен в деревне Литвинного под Солнечногорском Московской области. Общая площадь объекта составит 43 тысячи квадратных метров. В распределительном центре ВИКС-5 Ритейл Групп будут предусмотрены различные температурные режимы, что позволит компании хранить весь ассортимент продуктов питания. На сегодня все. Поделитесь новостями с коллегами и партнерами. Читайте холодильные новости в соцсетях или по подписке. Ссылки внизу.